Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами рецептом яблочной пастилы. Я ее готовлю заварным способом, и она получается намного быстрее, чем в обычном классическом варианте. Можно приготовить пастилу и уже в тот же день наслаждаться воздушным легким десертом. При готовлении пастилы я использую обычный ручной миксер. Сначала я готовлю яблочное пюре. Яблоки я убираю самые зеленые и кислые, в них содержится много пектина. Разрезаю их на половинки и ставлю в духовку. Из 5 яблок среднего размера у меня получается примерно 400 грамм пюре. В этот раз они у меня запекались 30 минут, но время выпечки очень сильно зависит от сорта яблок. Сначала пробиваю яблоки в блендере, а потом перетираю через сито. Можно их сразу перетереть через сито, но по времени это будет дольше. Весь жмых остался на ситечке, а у меня получилось густое красивое яблочное пюре. Его можно использовать также для приготовления зефира. подготавливаю агар-агар. Заливаю его водой и перемешиваю, чтобы там не оставалось крупинок. В кастрюлю я выкладываю яблочное пюре, высыпаю туда сахар и выливаю подготовленный агар-агар. Ставлю кастрюлю на плиту и нагреваю смесь на средней температуре. Пюре я постоянно помешиваю, чтобы сахар растворился, а агар-агар не прилипал ко дну. Как только смесь начинает закипать, я насыпаю в белки щепотку соли, лимонную кислоту и начинаю их взбивать. Не забываю при этом про кипящую смесь и периодически ее помешиваю. Как только белки образовали пену, я добавляю к ним ванильный сахар и обычный сахар. Сахар добавляю небольшими порциями, примерно за три-четыре раза. Продолжаю взбивать белки и помешиваю время от времени яблочное пюре. Проще готовить и съесть планетарный миксер, но можно легко справиться ручным. Из белков получилась густая плотная блестящая пена. Яблочное пюре должно нагреться до температуры 105 градусов. На средней температуре это примерно занимает 10 минут. Снова начинаю взбивать белки и вливаю к ним тонкой струйки кипящую смесь. Надо стараться, чтобы она не попадала на лопасти миксера, а также не стекала по краям тарелки. Агар, который остается на стенке кастрюли, чищать не надо, иначе он превратится в плотные комочки. После того, как я вылила все пюре, я продолжаю взбивать белковую массу еще 2-3 минуты на высокой скорости. Форму для пастилы я приготовила заранее. Обернула ее обычно пищевой пленкой. Выливаю форму в взбитую смесь. Она застывает очень быстро. Пережелание ее можно разровнять лопаткой, но проще форму несколько раз хорошо встряхнуть. Стабилизируется пастила при комнатной температуре примерно час. Спустя час ее можно уже нарезать. Пастилу я нарезаю ножом для пиццы. Можно также использовать обычный нож. Длина у меня получается примерно 7 сантиметров, а ширина чуть больше 2,5. Нарезанную пастилу можно сразу покрыть сахарной пудрой, и она готова. Но еще лучше положить ее на решет, куда-то ей подсохнуть. Тогда сверху образуется немного хрустящая корочка. Пастила становится еще вкуснее. Я обычно часть пастилы обваливаю сахарной пудрой сразу, а другой части даю подсохнуть. При заварном способе яблочное пюре не надо убирать в холодильник. Готовится пастила быстро, стабилизируется тоже быстро. По вкусу она получается нежная, воздушная, настоящая яблочная пастила. Если хочется пастилу сделать еще быстрее, то можно в магазине купить готовое яблочное пюре, и тогда процесс приготовления займет совсем немного времени. Если вам понравился рецепт, побалуйте себя нежным лакомством. Полный список ингредиентов у меня в начале ролика и внизу в описании. Всем самого доброго, до новых видео, пока!